Это ваш покорный слуга. Флешки широко используются нами, но это о принципах работы. Оценка ресурса по перезаписи различных типов NAND памяти. Мы остановились на том, что у TLC памяти ресурс совсем-совсем невелик. С другой стороны, те условия, в которых мы с вами эксплуатируем флеш-накопители, позволяют достаточно долго использовать флешку с NAND памятью типа TLC. Вот смотрите, такая вот прикидочная оценка. Давайте представим, что у нас флешка объемом 8 гигабайт информации. Тысяча циклов перезаписи. Если так вот грубо эти 8 гигабайт умножить на тысячу циклов, получается, что для того, чтобы флешка перестала нормально работать, она должна пропустить через себя 8 тер информации, 8 терабайт. Ну скажите мне, пожалуйста, многие ли из вас через свои флешки пропускают такие огромные большие объемы информации? То есть тысяча циклов для этого устройства, в общем-то, весьма-весьма неплохой показатель. Хотя, естественно, изготовители собственных микросхем постоянно ресурс в микросхем увеличивают. Основные типы неисправности, с которыми мы с вами сталкиваемся, работая с флеш-накопителем. Логические неисправности. Логические неисправности – это, в первую очередь, неисправность файловой системы флеш-накопителя, флеш-диска. Основная причина возникновения логических неисправностей – вот кто-то из слушателей, Алекс Блэк у меня спрашивал об этом. Вот, пожалуйста, Алекс, основная причина – это преждевременное извлечение устройства, внезапное отключение питания. Но дело все в том, что операционная система не успевает завершить операцию записи информации на устройство, а устройство уже становится недоступным. При таких типах неисправности, как правило, данные остаются все на месте и подобные данные можно, то есть оставшиеся на флешке данные можно при помощи различных программ восстановления информации, использующих различные эвристические алгоритмы анализа содержимого флешки, попробовать восстановить. Никто нам не гарантирует стопроцентно восстановление информации, но, тем не менее, при помощи различных программ, вот типа RStudio, ESA Recovery, GetDataBank, RSAVER и так далее, и так далее. Каждый из нас может попробовать восстановить информацию, которая хранилась на флешке. Ну, я вам могу сказать, что вот у нас в центре есть курс, входящий в линейку, о которой я вам рассказывал. Называется восстановление данных с различных типов носителей, где мы подобные программы, ну, с подобными программами знакомимся. Мы на этом курсе создаем для флешки различные сбойные ситуации, форматируем, удаляем, форматируем в другой файловой системе и так далее, и при помощи различных программ пытаемся эту информацию восстановить. Ну, практика показывает, что многие из программ весьма успешно, иногда со стопроцентной гарантией даже восстанавливают информацию. Механические поломки. Ну, об этом, собственно, рассказывать, я думаю, особенно нечего. Очень часто непрочный корпус, достаточно слабое крепление, пайка не очень хорошая между USB-разъемом и печатной платой флешки, и могут возникать различные механические неисправности, неконтакты и так далее. Ну, соответственно, профилактика таких неисправностей, она всем нам понятна и доступна. Это аккуратное обращение к флешке, с флешкой. Электрические тепловые повреждения, нестабильное электропитание, а самое главное, разгляды статического электричества, которые, так как мы с этим устройством работаем, постоянно держа его в руках, постоянно на флешке могут возникать. Ну, соответственно, пластиковые корпуса, в которых выполняются не очень дорогие флеш-накопители, обеспечивают не очень хороший теплотод. Хотя современный флеш, современная флеш-память, то есть электроника, флеш-устройство рассеивает не очень много тепловой мощности, но тем не менее, может возникать перегрев и выход из строя. Профилактика таких неисправностей, она тоже всем нам ясна и понятна. Снять с флешки статическое электричество, ну вот простейший метод, это прикоснуться флешкой, например, к корпусу системного блока. Себя снять статическое электричество. Ну и от статики и перегрева лучше всего защищены флешки, которые выполняются в металлических корпусах. Они, естественно, подороже, чем более простые пластиковые, но тем не менее, обеспечивают лучшую защиту. Сбои и износ, собственно, флеш-памяти. Ну мы с вами уже говорили о том, что ячейки флеш-памяти имеют ограниченный ресурс. Соответственно, причины такого износа – это интенсивная эксплуатация устройства, это могут быть и какие-то физические дефекты, которые появились в устройстве флеш-памяти во время изготовления. Ну, в общем-то, причин появления таких дефектов достаточно много. Что можно в качестве ремонта подобных дефектов предложить? Низкоуровневое форматирование флешки с сокрытием дефектов. То есть все ячейки памяти последовательно тестируются, производится запись чтения и верификация. Если обнаруживаются сбойные блоки, то контроллер флеш-памяти – это не в каждой флешке доступно, но тем не менее, контроллер флеш-памяти может переназначать сбойным ячейкам какие-то другие ячейки, которые находятся в зарезервированных областях. То есть микросхема флеш-памяти имеет чуть больший объем, чем заявлено на корпусе. То, что мы с вами покупаем, есть специальные резервные области, из которых, в которые переназначаются сбойные ячейки. Но это что-то очень похоже на ремап, осуществляющийся на жестких дисках компьютеров. Мы, когда будем с вами говорить о перепрошивке контроллера, но я сразу хочу предупредить, фактически любая программа перепрошивки, она выполняет вот эту операцию переформатирования на физическом уровне флеш-памяти. Ну и появление таких сбоев, понятно, из-за ограниченного ресурса, зависит, я, наверное, повторяюсь уже, от интенсивности эксплуатации устройства. Вообще говоря, изготовители, накопители говорят нам с вами очень часто, что срок эксплуатации флеш-памяти, нант-памяти может достигать 10-20 лет. Я видел оценочные характеристики даже в 100 лет, но, тем не менее, практика показывает, что не очень дорогие бытовые устройства нормально работают там в течение полутора, двух, трех лет, а после этого с ними могут уже возникать какие-то проблемы. Но еще раз повторюсь, все это зависит от интенсивности эксплуатации флеш-устройства. Сбои контроллера. Контроллер флеш-памяти отвечает за передачу данных между внешним интерфейсом и, собственно, нант-флеш-памятью. Контроллер выполняет множество других функций. Ну, в качестве вот функций контроллера, мы с вами только что говорили о переназначении сбойных ячеек в резервную область. Это функция контроллера. Технология выравнивания записи. Технологию выравнивания записи тоже обеспечивает контроллер. Что такое выравнивание записи? При эксплуатации флешки, когда мы пишем на нее какую-то информацию, удаляем и так далее, у нас некоторые ячейки могут часто перезаписываться, а некоторые ячейки, как правило, расположенные где-то там поближе к концу микросхемы, то есть где-то в конце области памяти, используются реже. Так вот, контроллер может отслеживать количество операций перезаписи для ячеек и перераспределять эти ячейки при записи новой информации, чтобы вот количество этих операций для них уравнивалось, чтобы какие-то области памяти не подвергались интенсивному износу. То есть контроллер флеш-памяти – это очень такой серьезный специализированный компьютер, выполняющий много-много различных задач. Контроллер работает под управлением специальной микропрограммы, но и в случае различных сбоев питания, неправильного извлечения и так далее, микропрограмма может нарушаться, происходит ее сбой, в результате чего контроллер блокируется и уже не отвечает на запросы операционной системы. Как внешне проявляются подобные ситуации? Ну вот здесь посмотрите, некоторый такой список возможных вариантов проявления. Накопитель опознается в компьютере как неизвестное устройство, флеш-диск опознается как съемный диск, но с нулевой емкостью, при обращении к накопителю могут выводиться сообщения «Вставьте диск» или «Нет доступа к диску». Иногда подобное устройство может становиться доступным только по операциям чтения. То есть информация, записанная на флеш-накопитель, нормально читается, а любая попытка записать что-то новое или же отформатировать эту флешку приводит к тому, что нам сообщают, что диск защищен от записи. Ну, в общем-то, различных ситуаций проявления сбоев контроллера можно привести достаточно много. Для восстановления работоспособности флешки выполняется операция перепрошивки контроллера с помощью специальных технологических программ, технологических утилит. Сразу хочу подчеркнуть для вас, что утилиты строго специализированы. Технологические утилиты – это, как правило, ноу-хау изготовителя конкретной флешки, конкретного контроллера. И для того, чтобы перепрошить конкретный контроллер, надо обязательно использовать программу, рассчитанную на работы с соответствующим контроллером. Более того, эти программы еще и зависят от конкретного типа памяти, который используется во флешке. То есть программа должна уметь работать и с конкретным контроллером, и с соответствующим типом флеш-памяти, который во флешке используется. Ну и такое предупреждение. Если на устройстве хранятся какие-то очень важные, очень серьезные для вас данные, не надо перепрошивать контроллер. Можно попытаться восстановить данные, используя какие-то специальные технологические приемы, можно использовать специальное оборудование, различные программно-аппаратные методы. Ну, вообще говоря, микросхему флеш-памяти можно выпоить, переставить ее в специальное управляющее устройство, в тестер, и оттуда средствами тестера уже копировать, вытаскивать полезную для вас информацию. То есть перепрошивка контроллера – это, как правило, физическое низкоуровневое форматирование микросхемы флеш-памяти, и после такого физического низкоуровневого форматирования, естественно, информация, ранее записанная на устройство, станет нам недоступной. Вот это надо иметь в виду обязательно. Ну, вот тот небольшой такой экскурс, что такое флеш-устройство, мы с вами завершили, и давайте теперь поговорим непосредственно о приемах перепрошивки контроллера. Обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, вот на адрес вот этого сайта. Если вас интересует на более серьезном уровне, гораздо в большем объеме вот эта тематика, связанная с перепрошивкой контроллеров, рекомендую вам посетить этот сайт. Кладезь знаний. Очень большой объем информации по различным приемам и методам восстановления информации с флеш-устройства. Запомните, пожалуйста. Так вот, для того, чтобы перепрошить контроллер USB-флеш-накопителя, необходимо определить модель этого контроллера и тип, установленный в этом устройстве памяти. Для этого можно использовать специальные программы. Таких программ достаточно много. Большинство из них можно бесплатно скачать из интернет. Но здесь я приложу вам три такие программы. FlashDrive Information Extractor, ChipGenius и ChipEasy. Мы с вами на нашем семинаре будем использовать одну из таких программ FlashDrive Information Extractor. Это бесплатная программа. Это наши российские разработчики. Самую последнюю версию этой программы мы с вами можем всегда получить вот с этого сайта. Коллеги, я сейчас не пойду на этот сайт. Для того, чтобы трафик интернета не перегружать, я, соответственно, эту программу уже скачал и буду чуть позже вам ее демонстрировать. То есть она в нашем распоряжении уже есть. Программа предъявляет совсем простые требования к оборудованию компьютера и работает фактически под управлением любых майкрософтовских операционных систем. Ну давайте мы с вами сейчас посмотрим вот то, что как работает эта программа на слайдах, а потом все то же самое сделаем с вами уже реально, работая с каким-то реальным внешним флеш-накопителем. Значит, программа скачивается, как вы видели, она не требует инсталляции, она скачивается в виде zip-архива. И для того, чтобы начать работать с этой программой, достаточно этот zip-архив какую-то папочку разархивировать. Исполняемый файл называется getflash.info.exe. При запуске этой программы на экране появляется диалоговая кошечка. Нам предлагают для получения информации о флешке нажать на соответствующую кнопку. Когда мы нажимаем на соответствующую кнопку, ну, буквально через несколько секунд мы получаем такой достаточно серьезный перечень параметров этого флеш-накопителя. То, что отображается в окне, можно скопировать в буфер обмена, нажав на кнопку копировать результаты, и потом в какой-нибудь текстовый редактор для сохранения соответствующей информации вставить. Но, коллеги, наш с вами семинар не предполагает подробное описание всех-всех-всех параметров, которые отображаются при использовании этой программы. Для дальнейших действий, для того, чтобы в дальнейшем перепрошить контроллер, нас сейчас интересуют, по сути, два параметра. Модель контроллера, вот смотрите, пожалуйста. Контроллер, который установлен на флешке, и, соответственно, идентификатор флеш-памяти. Так называемый флеш-ит. Вот что я вам хотел показать на этом слайде, коллеги. Я вам хотел показать, что начинка, то есть та элементная база, на которой построены флеш-накопители, она серьезно отличается. Вот как-то мне в руки попались три совершенно по внешнему виду одинаковые флешки. На этих флешках было написано, что это фирма-изготовитель Transcend, объем флешек был 4 гигабайта. То есть по внешнему виду, повторяю, они были совершенно-совершенно одинаковы. Никаких отличий между ними не существовало. При этом все эти три устройства были построены на разных контроллерах. Вот обратите, пожалуйста, внимание. На одном устройстве использовался контроллер от фирмы Silicon Motion, на другом Alcor. Здесь тоже Silicon Motion, но посмотрите, тип контроллера в двух этих случаях несколько отличались. память от разных изготовителей. И, соответственно, посмотрите, различные идентификаторы у этой памяти. То есть я привожу этот пример вот для чего. Чтобы мы с вами четко, совершенно понимали, что искать программу перепрошивки, зная маркировку флеш-устройства, недостаточно. Необходимо обязательно знать тип контроллера и тип памяти, которые в этом контроллере используются. Ну давайте я сейчас вот как поступлю. Я сейчас в порт USB вставлю какую-то экспериментальную флешку, и мы с вами запустим предварительно скачанную мной программу FlashInfo, и посмотрим, как она сработает. Ну вот, посмотрите, я предварительно скачал эту программу, zip-архив, распаковал его в соответствующую папку, и вот исполняемый файл. Флешку подключил, запускаю программу. Получить информацию о флешке. Вот, пожалуйста. Значит, из всего того, что здесь отобразилось, для того, чтобы выполнить перепрошивку, вот по той технологии, о которой я вам буду рассказывать, нас интересует следующая информация. Контроллер и идентификатор флеш-памяти. Ну, по идентификатору флеш-памяти, в общем-то, определяется изготовитель этой памяти. Вот, посмотрите, здесь, на этой флешке, которую я подключил, изготовитель памяти, это фирма SunDisk. А вот это уже конкретный тип флеш-памяти. Кстати, обратите внимание, на большинстве современных устройств вы увидите ТЛЦ-память. Самая дешевая, самая информационно емкая, но мы с вами уже говорили, имеющая самый маленький производственный ресурс. Давайте я вот что сделаю. Давайте я на всякий случай сейчас эти результаты где-нибудь в каком-нибудь там текстовом файле сохраню. Копировать результаты в буфер-обмену, запущу блокнот и вставлю сюда результаты. Формат шрифта сделаю немножечко поменьше. Ну, можно завершать работу этой программы. А информацию об устройстве мы с вами в виде текстового файла пока запомнили. Илья, а если флешка не опознается в данном случае, что значит не опознается? Если ПК ее не видит в проводнике, причин такого поведения может быть несколько. Так вот, программа, о которой я сейчас говорю, ну, это не стопроцентная гарантия, что если флешку не видит операционная система, эта программа ее увидит. Но во многих случаях эта программа дает информацию даже о таких флешках, которые не отображаются в проводнике. Потому что идет прямое обращение к контроллеру флешки, считывание информации из него. Замечательные вопросы Илья задаете. Спасибо вам за него. Вот что мне скажите, пожалуйста. Я сейчас вернул на главный экран презентацию. Вы видите вот этот слайд, где информация о различных трех флешках. Замечательно. Я на секундочку вернусь на предыдущий слайд. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Я приводил здесь три программы, которые могут работать и выдавать нам информацию с флешками. Программ гораздо, гораздо больше. Кстати, вот на этом вот сайте вы можете получить более глубокую информацию о том, как поступать с флешкой, которую не видит операционная система. Кроме использования различных программ, подобных, приведенных вновь, там приводятся еще различные рекомендации, поэтому я собственно рекомендовал вам запомнить этот сайт и сходить на него почитать. Там много очень интересной информации. Так вот, Flash Drive Information Extractor, если не срабатывает, можно попробовать утилиту ChipGenius. Утилита ChipGenius это утилита китайская. Там весь интерфейс китайский, но информацию о флешке она выдает все-таки в английском интерфейсе. И учили утилита ChipGenius, она вот в этом смысле более функциональна, чем то, о чем мы с вами говорим. Только ChipGenius надо использовать самой-самой последней версии. Flash Drive Information Extractor это русскоязычная программа, поэтому на нашем семинаре я именно ей ограничился. При этом все вот эти утилиты упомянутые мною можно на сайте USBDevice.ru USBDevice.ru скачать. Илья ответил на вопрос? Замечательно. Тогда идем дальше. Идем дальше по презентажке. Подбор производственной утилиты для прошивки. Вот на предыдущем шаге мы с вами определили тип контроллера и соответственно тип памяти по Flash идентификатору который используется в нашем устройстве. Значит все операции о которых я буду говорить это операции которые мы с вами делаем вот на сайте USBDev.ru Коллеги давайте я сейчас чтобы трафик интернета не перегружать не пойду реально на сайт а мы с вами посмотрим как и что делать на этом сайте вот здесь вот на моих скриншотиках но честно говоря они были сделаны вчера то есть это самая самая свежая информация если вы сейчас пойдете на этот сайт что вы увидите вот оформление этого сайта я надеюсь за сутки ничего не произошло вот в таком виде значит когда мы придем на этот сайт для подбора производственной утилиты нам надо воспользоваться ссылочкой в заголовке файлы открывается такой достаточно большой список различных изготовителей контроллеров нас с вами интересует помните контроллер от фирмы Silicon Motion выбираем здесь соответствующую ссылочку приходим на следующую страничку сайта производственные утилиты для прошивки контроллеров фирмы Silicon Motion называется MPTool приходим на страничку посвященную этой фирме и используем ссылочку ремонт с помощью производственной утилиты далее на следующей страничке сайта для того чтобы скачать а самые главное выбрать нужную нам производственную утилиту мы с вами используем ссылочку но здесь написано автор этого сайта сказал что отсюда мы будем скачивать доступные дистрибутивы производственных утилит щелкаем в эту ссылку и получаем большущий очень большой список различных производственных утилит для контроллеров фирмы Silicon Motion значит в этом списке нам надо найти производственную утилиту в названии которой будет упоминаться наш с вами контроллер вот посмотрите да мы на предыдущем шаге определили что у нас контроллер здесь вот здесь на слайде мы мы определили что это контроллер SM3257E NLT а в нашем конкретном случае это контроллер SM3257 NAA если я не ошибаюсь да 3257E NAA в этом списке могут присутствовать различные версии утилит надо ну для начала использовать самую последнюю версию утилиты для выбранного для определенного нами контроллера значит в нашем случае в конкретном примере который я вам показываю нужно было бы скачать ну наверное эту производственную утилиту для контроллера NAA а для примера здесь ENLT скачиваем загружаем эту производственную утилиту значит мы с вами получаем утилиту сайта в виде RAR архива и для того чтобы приступить к работе с этой производственной утилитой надо всего лишь навсего этот распаковать RAR архив куда-нибудь в какую-нибудь папку на жестком диске вашего компьютера ну вот здесь для примера я распаковывал вот в эту папку значит как получить производственную утилиту надеюсь понятно ну коллеги я для того чтобы сейчас этим не заниматься готовясь к нашему семинару сходил и соответствующие производственные соответствующую производственную утилиту скачал ну кстати обратите внимание вот я закачал две производственные утилиты и для контроллера 3257Е НЛТ и для контроллера 3257Е НАА у меня здесь на всякий случай две такие производственные утилиты следующий шаг значит прежде чем использовать производственную утилиту необходимо убедиться что эта программа работает может работать с тем типом памяти который используется на нашем конкретном устройстве мы с вами говорили уже сегодня во многих случаях мало знать тип контроллера хорошо бы еще знать и соответствующий тип памяти установленный на флеш накопители ну здесь такая рекомендация может быть дана иногда производственных утилит для каких-то конкретных контроллеров мы можем найти на сайте совсем совсем немного вот не такое огромное количество которые только что видели и если выбор производственных утилит вот так вот ограничен их немного иногда мы с вами можем ну как бы не обращать внимания на тип памяти установленные на флешке а в первую очередь ориентироваться на контроллер и пытаться перепрошивать уже соответственно утилит и под контроллер не обращая внимания на установленный тип флеш памяти но тем не менее проверка поддержки утилитой памяти использующейся во флеш накопителе что мы с вами делаем для этого открываем папку в которую распакован архив производственной утилиты вот распакованный архив здесь есть папка с названием UDF All DBF но это по сути база данных с информацией для работы производственной утилиты открываем эту папку и ищем базу данных в названии которой упоминается нужный для нас с вами контроллер у меня в примере это файл флеш 3257 NLT DBF а конкретная флешка которую я сейчас использовал чтобы получить а не информацию ну тогда наверное я бы использовал вот этот файл я сейчас попробую все это сделать поговорив с вами теоретически открываем соответствующий файл это файл который открывается в блокноте ну и для того чтобы убедиться что производственная утилита поддерживает конкретную память нам нужно в этой базе данных определить есть ли информация о нашей памяти в этой утилите в этой базе данных или нет для этого проще всего воспользоваться пунктом меню правка блокнота выбрать там режим поиска и ввести в строку поиска флеш идентификатор определенной нашей памяти нами памяти только вот что коллеги пожалуйста обратите внимание давайте я попробую показать вот этот флеш ид обратите внимание в той информации которую выдала нам программа usb info вот этот флеш ид это 16-ти личный код имеет но не совсем тот формат в котором надо его забивать в строке поиска надо байты этого идентификатора один байт от другого обязательно разделить пробелом но это 16-ти ричный код я напомню вам две 16-ти ричные цифры это байт то есть между байтами надо обязательно будет поставить пробел нажать кнопку найти далее и если соответствующая запись о требующемся нам нужном нам типе памяти в базе данных присутствует но это значит что утилита будет работать с нужным нам с перепрошиваемым контроллером с перепрошиваемым usb flash накопителем вот результат этих операций то есть таким образом мы с вами убеждаемся что скачанная нами утилита может использоваться ну давайте я попробую не теоретически а на практике просто показать вот эти простые операции у нас с вами контроллер 3257 иен а вот он сюда был распакован производственная утилита исследуем базу данных то есть папку значит нас интересует файл 3257 иен а открываю его соответственно открывать его будем блокнотом и нам с вами надо воспользоваться строкой поиска нам надо найти информацию вот об этом типе памяти правка найти что найти и вот здесь вот надо между комбинацией из двух шестнадцатичных цифр между байтами обязательно задать пробел найти далее вот смотрите пожалуйста результат скачанная нами производственная утилита поддерживает соответствующий тип памяти значит ее можно использовать ну и сам процесс перепрошивки убедившись что утилита подходит необходимо запустить собственно эту производственную утилиту название исполняемого файла естественно в общем случае может быть каким-то другим это может быть другой контроллер другое название производственной утилиты это вообще может быть производственная утилита для какого-то другого типа контроллера а не silicon motion но тем не менее в нашем случае надо запустить соответствующую программу после того как программа запущена рекомендуется подключить флешку то есть сначала запускается программа а затем подключается флешка вот такова рекомендуемая последовательность действий если при подключении флешки она автоматически не определяется то мы с вами можем воспользоваться функцией программы scan usb чтобы программа еще раз опросила порты usb шины после того как программа определит usb флеш мы с вами увидим информацию об этом накопителе в окне программы значит обратите внимание производственная утилита вообще говоря она может работать сразу аж с 16 флеш устройствами но я вам не рекомендую работать с несколькими лучше если при выполнении этих операций у вас компьютеру будет подключена одна флешка опытному пользователю тому человеку который хорошо представляет себе какими конкретными параметрами характеризуется каждое конкретное устройство можно воспользоваться кнопочкой сеттинг для того чтобы изменять параметры прошивки контроллера если мы хотим контроллер перепрошить стандартными параметрами предусмотренными этой программой то для того чтобы собственно выполнить перепрошивку дальше надо нажать на кнопочку старт то есть мы не меняем никаких параметров мы делаем перепрошивку в режиме по умолчанию начинается процедура перепрошивки она занимает но не очень большое время время в течение которого перепрошивка будет выполняться вообще говоря зависит от объема памяти прогресс индикатора у вас будет работать вы можете наблюдать за процедурой прошивки после того как перепрошивка будет закончена нам скажут что она прошла и загорится вот здесь индикатор окей процесс прошивки успешно завершил вот так ну давайте попробуем сейчас все это реализовать непосредственно на практике вот производственные утилиты которые нам с вами надо запустить у нас флешка на базе вот такого контроллера а тип установленной памяти на предыдущем шаге мы с вами определили поддерживается запускаю производственные утилиты и подключаю компьютеру флешку значит коллеги вообще есть вот такой совет лучше подключать флешку встроенному порту то есть к порту который находится на задней панели вашего компьютера ну как бы есть такая рекомендация чтобы минимизировать длину связи между флешкой и собственно контроллером USB флеш на материнской плате я сейчас буду подключать к тому порту который мне доступен подключаю ну вот посмотрите произошло автоопределение если бы этого не произошло можно было бы попробовать просканировать порты еще раз если параметров прошивки мы с вами менять не будем ну а мы с вами в нашем семинаре пока никаких параметров менять не будем нажимаем на кнопочку стат прошивки и наблюдаем за соответствующей процедурой все процедура прошивки успешно завершена вот такой процесс значит хочу вам показать как пользователи выполняющие перепрошивку раз у нас есть еще немножечко времени может какие-то параметры накопителя менять значит если мы хотим перенастроить программу нам надо воспользоваться кнопкой сеттинг установки настройка для того чтобы получить доступ к установке здесь надо ввести пасворд пасворд для всех производственных утилит одинаков это 320 я набираю 320 я получаю вопрос на основе каких параметров или же какого ини файла мы будем выполнять процедуру перепрошивки ну для первого раза мы будем с вами использовать дефолтный то есть настройки процедуры перепрошивки по умолчанию открываем файл дефолт ини открыть значит коллеги большое количество параметров которые пользователь может изменять для процедуры перепрошивки знаете что я хочу сделать я хочу попробовать вот буквально несколько параметров здесь изменить и может быть мы результат изменения с вами увидим я хочу изменить изготовителя это не силикон имидж но пусть это будет пусть это будет фирма специалист вендор продукт тип продукта так ну я все думаю что бы здесь написать а пусть остается юсб диск а вот диск лейбл диск лейбл я хочу поменять поменять пусть это будет флешка пользователя юзер флеш теперь если я сейчас в этом окошке воспользуюсь кнопочкой окей то все сделанные мною изменения они пропишутся в файл по умолчанию то есть я таким илья при форматировании флешки вы ремонтируете файловую систему а здесь вы восстанавливаете работу контроллера флеш памяти вы восстанавливаете ее микропрограмму это совершенно разные вещи просто форматнуть я не очень понимаю в данном случае что вы имеете ввиду под просто форматнуть форматнуть в операционной системе это называется логическое форматирование заново создается файловая система и все мы с вами же сейчас но если хотите делаем физическое форматирование доступное только вот при помощи соответствующих производственных утилет так вот чтобы не изменить настройки и не файла по умолчанию давайте вот эти вот наши с вами пользовательские настройки сохраним на всякий случай чтобы потом можно было например вернуться к заводским настройкам сохранить как ну давайте я его сейчас назову вот так вот все а вот теперь уже запускаю процедуру перепрошивки вот смотрите формат вот это низкоуровневое форматирование это никак не форматер из операционной системы ильяков так закончилась перепрошивка можно завершить работу этой программы давайте мы с вами сейчас вот что сделаем значит после процедуры перепрошивки рекомендуется флешечку отключить и подключить ее заново смотрите пожалуйста как будет называться наша флешка юзер флеш ну если интересно вы так можете переименовать свои собственные флешки ну и соответственно здесь я это вижу как юзер флеш ну и соответственно после форматирования тем более низкоуровневого форматирования содержимое этого устройства пусто давайте я попробую опять разрешить вам разговаривать со мной голосом то есть оживляю ваши микрофоны скажите мне пожалуйста коллеги уважаемые слушатели так я вижу уже ваши вопросы я как раз хотел предложить вам вопросы задавать алекс блек при выключении питания при записи может ли испортиться страница памяти в которую контроллер пишет данные то есть запись в эту область памяти будет невозможна в дальнейшем или может выйти из строя только прошивка контроля алекс может в данном случае происходить и то и другое эти две операции эти две эти два действия вообще говоря могут одно на другое наложиться при некорректном выключении то есть программа еще не завершила операции записи а устройство осталось без питания ячейки флеш памяти нант памяти могут нормально не читаться теперь следующий вариант мы подключаем такое устройство к компьютеру для того чтобы работать с ним контроллер обнаруживает большое количество неправильно читающихся ячеек памяти то есть он для себя делает вывод что на этом устройстве память плохая происходит ее обрушение и для того чтобы этот процесс как бы приостановить контроллер может блокировать операции записи на эту флешку то есть он сам себя отключает микропрограмма нормально не работает но я не знаю ответил я на ваш вопрос или нет так коллеги пожалуйста если у вас есть еще ко мне какие-то вопросы но если вопросов нет я с вашего позволения наш семинар буду заканчивать презентаж к нас что значит вообще илья вы имеете ввиду блокировку да контроллер может себя заблокировать и перестать отвечать на обращение от операционной системы и вот тогда простыми действиями очень часто его вернуть в рабочее состояние оказывается невозможным а чтобы его вернуть приходится заново перепрошивать контроллер таким образом разблокировать его вы это имели ввиду или я спрашиваю у меня даже при обновлении если флешка видна только на некоторых компьютерах это значит скорее всего но это я могу только предполагать это надо исследовать скорее всего от USB портов которые вы включаете флешку на каком-то компьютере она не может нормально получить напряжение нормально не может быть запитана по мощности своей чаще всего это так вот обратите внимание и я когда приступал в процедуре перепрошивки говорил вам лучше подключать флешку ко встроенному USB порту тот который нам доступен на задней панели чтобы длину связи минимизировать и так далее вот может быть причина того что флешка где-то видна где-то не видна Илья лучше включите микрофон и скажите мне голосом о чем вы хотите спросить я по-моему подключил ваши микрофоны все да я хотел спросить о том что если вот в таблице вот передо мной процесс прошивки не отображается даже после повторного сканирования USB портов но вы уже ответили это при блокировке так что вопрос в принципе нет 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 вот об этом я не говорил если при повторном сканировании она не отображается здесь проблема может быть уже не в каких-то программных параметрах а что-то связано с механическими какими-то с электрическими повреждениями то есть флешка может быть на физическом уровне Илья ага я понимаю а это может связано быть допустим с неисправностью к примеру портов на компьютере ну это может быть связано с чем угодно вот если такая ситуация происходит но первое что как бы возникает в мысли попробовать эту флешку подключить к другому компьютеру то есть флешка не видна это не обязательно не работоспособность самой флешки это могут быть проблемы с USB контроллером материнской платы причем USB контроллеров на наших материнских платах сейчас не один их несколько и все они много портовые можно даже попробовать по разным точкам подключения по разным точкам одной и той же материнской платы попереподключаться хорошо еще такой вопрос немножко не по теме но с помощью парагона можно извлечь информацию с флешки которая не видна но она как бы активна в системе с помощью парагона мы с вами можем попробовать восстановить раздел логический диск том который был на флешке то есть мы с вами должны запустить программу парагон hard disk manager подключить флешку и посмотреть но обновить может быть информацию о дисках свежа в памяти эта функция у вас да и посмотреть парагон флешку вам показал как носитель внешний или нет как еще один диск вот если он показал вам его дальше мы можем применять к флешке но фактически все те же за редким исключением операции которые мы с вами проводили над жестким диском можно на физическом уровне посмотреть содержимое мбр но если это фат вам там не покажут мбр там собственно сразу загрузочные записи все будет начинаться о наверное они там ну Продолжение следует...